Почему курс доллара все-таки пошел в рост в августе и каковы дальнейшие перспективы российского рубля и других валют? Всем привет! Вы на канале InvestFuture и это наш еженедельный обзор по валютному рынку. Вообще, конечно, ситуация абсолютно удивительная. Кто бы мог подумать еще каких-то полгода назад, что именно данные по количеству новых заболевших вирусом станут самым главным драйвером роста для финансовых рынков? Да, конечно, какие-то макроэкономические показатели, кривая доходности, уровень безработицы, все это оказывает влияние на финансовые рынки, на курсы валют, но это является лишь следствием от данных по заболеваемости вирусом. И, пожалуй, сейчас самым успешным игроком на финансовых рынках мог бы стать эпидемиолог, который с точностью предскажет новые волны заболеваемости ковидом во всем мире. Эта ситуация очень наглядно подтвердилась на этой неделе, потому что как только у нас изменился баланс сил и в США заболеваемость стала постепенно снижаться, а в Европе наоборот пошла в рост и снова заговорили о новой волне, но если не жестких карантинов, то по крайней мере ограничений в Европе, так сразу мы увидели, что евро свой рост прекращает, а доллар наоборот начинает поднимать голову. Но вирусологам просто так с разбегу стать не получится. Почему же многие считают, что с разбегу можно превратиться в инвестора? Мода на инвестиции сейчас растет, на Мосбирже уже открыто более 5 миллионов счетов, и многие люди считают, что вот сейчас поймают какую-то ту самую звездную идею, которая поможет им разбогатеть. На самом деле без базовой финансовой грамотности заходить на рынки очень и очень опасно. Это большие риски, которые часто заканчиваются плохо. Сегодня хочу вам рассказать о YouTube-канале, который ведут эксперты ПСБ. Там специалисты банка специально сделали серию видео, которое называется «Финансовая грамотность с доставкой на дом». И в этом видео эксперты ПСБ очень наглядно и простым языком разъясняют сложные финансовые понятия. Например, одно из последних видео на канале рассказывает нам о принципах работы паевых инвестиционных фондов. FIFA – это инструменты коллективных инвестиций, которые подходят для инвесторов с небольшим капиталом, потому что вход начинается с 1000 рублей, и пифы хороши своей встроенной диверсификацией. Но не забывайте о рисках, потому что доходность по любому финансовому инструменту в прошлом не является гарантией доходности в будущем. На YouTube-канале ПСБ вы также найдете видео на другие жизненные темы. Например, что выбрать – ипотеку или аренду. Что делать, если ипотечные платежи стали непосильными. Как создать финансовую подушку безопасности, почему размагничиваются банковские карты и многие другие. Я оставлю ссылку на YouTube-канал ПСБ в описании к этому ролику, а также отдельно повешу ссылку на видео про пифы, о котором говорила. Подписывайтесь на YouTube-канал и повышайте свою финансовую культуру. Ну и теперь вернемся к валютному рынку. Американский доллар ослаблялся к валютной корзине 8 недель подряд, но прошедшая неделя стала исключением. Индекс доллара именно на мировом рынке стал показывать довольно сильную динамику. Особенно хорошо американец смотрелся в пятницу. И это связано, во-первых, как я говорила, с улучшением эпидемиологической ситуации в США. Количество новых случаев в конце июля составляло в среднем около 70 тысяч в день. Сейчас число постепенно снизилось до 45 тысяч в день. Не то чтобы это мало, но динамика позитивная. И рынки полагают, что у США есть неплохие шансы первыми выскочить из этой ситуации. Потому что в гонке по вакцинам большинство компаний базируется именно в США. Поэтому вот сейчас на этом рынок фокусируется. Ему это нравится. Кроме того, в США выходила довольно неплохая статистика на этой неделе. По доллару мы увидели сильные данные по индексу деловой активности в производственном секторе за август. В сфере услуг лучше прогноза оказалась статистика. Особенно необычно второе, потому что производственный сектор в целом себя чувствует значительно лучше сектора услуг. А там мы увидели PMI почти 55% по услугам. Это действительно хороший сигнал для американской экономики. Рынок недвижимости также смотрится хорошо в США. Во вторник мы увидели такой целый большой блок данных лучше ожиданий. Ну, в принципе, это логично, потому что недвижимость в целом в текущей ситуации стоит крепче, чем другие направления экономики. И, конечно, пока нельзя говорить о том, что американский доллар сумел преодолеть негативную тенденцию. Но эта сильная неделя такие надежды подает. Как будет дальше развиваться ситуация, зависит, конечно же, именно от ситуации с ковидом. Ну и во многом доллар сейчас питается слабостью евро, о которой мы поговорим чуть позже. Правда, рынок труда в США на этой неделе выглядел чуть хуже, потому что не получилось закрепить успех прошлой недели. И в четверг мы снова увидели число первичных заявок на пособия по безработице выше 1 миллиона. Правда, эксперты потихонечку дают более оптимистичные прогнозы по американскому рынку труда. На следующей неделе из важных показателей в США стоит присмотреться к индексу доверия потребителей, к базовым заказам на товары длительного пользования. Посмотрим также на ВВП за второй квартал и на индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за август. По евро ситуация следующая. Европейская валюта в последние три месяца в паре с долларом росла 11 недель из 13. За это время пара евро-доллар поднялась с уровня 1,08 до уровня практически 1,20 на пиках. Но эта неделя стала сюрпризом, потому что, несмотря на то, что ущерб для американской экономики от вируса огромен, сейчас кажется, что ситуация переламывается и количество новых случаев заболеваний во Франции быков по евро, конечно, очень огорчило. Также растут новые случаи заражений в Италии и Германии, и это тревожит. Несмотря на то, что европейские лидеры утверждают, что новых жестких локдаунов, вероятно, не будет, непонятно, как будет развиваться ситуация. И в любом случае потребительские настроения, конечно, будут попадать под влияние новостей по вирусу. Поэтому это, конечно, вредит курсу европейской валюты. Это пока не разворот в паре евро-доллар, но у нас действительно есть шанс увидеть двойную вершину на графике евро-УСД. Также выходили довольно слабые индексы деловой активности по европейской экономике и по Франции. Были разочарования индекса промышленной и индекс в сфере услуг существенно разочаровали. Германия пока смотрится получше, потому что там резкое ухудшение настроений в секторе услуг было частично компенсировано производственным сектором, который немножко лучше ожиданий отработал. Но в целом там тоже динамика у нас не очень хорошая по еврозоне в совокупности. На следующей неделе по евро мы ждем ВВП Германии за второй квартал, ВВП Франции за второй квартал, общее число безработных во Франции и индекс потребительского климата в Германии. На эти индикаторы у нас будут смотреть инвесторы на новой неделе. Рубль на этой неделе значительно ослаблялся, причем как против доллара США, так и против евро. Хотя вторая валюта не очень-то хорошо смотрелась на глобальном рынке. Для этого есть несколько факторов. Во-первых, нефть у нас застопорилась у уровня сопротивления 45 долларов за баррель. Это было связано, во-первых, с тем, что Федеральная резервная система в своих протоколах отразила опасения по поводу неопределенности в мировой экономике. А нефть к таким вещам чувствительна, потому что эта неопределенность влияет, конечно же, на спрос. И Центробанк США действительно подкосил несколько риск-аппетит на прошедшей неделе. Кроме того, ОПЕК-плюс постепенно восстанавливает добычу на фоне медленного роста спроса. И вот такой барьер для нефти сверху чувствуется. Пока 45 долларов – это уровень, который бренд не может перепрыгнуть, не видит просто для этого каких-то драйверов в текущем моменте. Ну и плюс ко всему, конечно, это ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе. Многие говорят о том, что вирус лучше себя чувствует в холодное время года. Это тоже оптимизма. И спроса на риск не добавляет. Это все отражается на российском рубле. Теперь пару слов про защитные активы. На этой неделе по отношению к доллару США японская иена и швейцарский франк не очень хорошо себя показали, потому что американская валюта встает на ноги на всем мировом рынке. А вот по отношению к евро японская иена и швейцарский франк сумели неплохо подрасти, как и по отношению к другим рискованным валютам. Австралийцу, новозеландцу, канадцу и так далее. При этом японская иена в паре со швейцарским франком наконец-то смогла перехватить инициативу на себя после того, как франк укреплялся к иене на протяжении целых 8 недель. Британский фунт на этой неделе отвоевывал потери против евро и отчаянно боролся с долларом США. Мы увидели много хорошей статистики по Великобритании. Это и данные по розничным продажам, и индекс потребительских цен, и композитный PMI. И хорошие экономические данные по британской валюте позволили ему навязать борьбу укрепляющемуся американскому доллару. Что касается австралийского и новозеландского долларов, на этой неделе ухудшение спроса на риск не позволило им обновить новые максимумы. Чувствуется, что по этим валютам силы для роста, кажется, начинают иссякать. Это видно по динамике, которая на графиках отражается. Почему? Во-первых, политическая нестабильность в Восточной Европе, риски распространения вируса в Западной Европе, опасения волатильности в ходе предвыборной гонки в США. 3 ноября, напомню, состоятся выборы президента, то есть уже почти через два месяца. Ну и также локально Резервный банк Австралии выражает обеспокоенность резким укреплением курса австралийской валюты в последние недели. Резервный банк Новой Зеландии говорил о своих намерениях усилить меры стимулирования экономики и опустить ключевую ставку ниже нуля. Это все создает предпосылки для того, чтобы австралийские и новозеландские доллары, ну, если не развернулись резко вниз, то, по крайней мере, ушли в боковик. Канадский доллар, который в последнее время выглядел довольно сильно, на прошедшей неделе тоже не спешил обновлять свои максимумы. Канада, помним, значительно лучше справилась с эпидемией, чем США, да и нефть, в принципе, тоже стабильна, но, тем не менее, вот недостаточно драйверов для роста, и валютный рынок в этом смысле, мне кажется, очень хорошо показывает вот эту иссякающую покупательскую энергетику на рынках. Зато в Канаде мы видели довольно сильный индекс по розничным продажам, он обрадовал быков, а вот индекс потребительских цен за июль оказался не очень-то и хорошим. На следующей неделе Канада опубликует данные по ВВП за второй квартал, которые могут повлиять на курс валюты. Теперь про драгоценные металлы. Мы видим, что неуемное ралли, кажется, приостанавливается. Золото зависло в неопределенности, скорректировалось ниже 2000 долларов за тройскую унцию. Но это такая коррекция, которая связана, во-первых, с ожиданиями выхода вакцины, которые могут снизить спрос на активы, убежища. Золото, кроме того, нравится разного рода политическая нестабильность. Вторая волна, в принципе, вируса в Европе тоже для золота благоприятна, но вот пока мы видим, что немножечко устали покупатели, хотя многие по-прежнему продолжают делать ставку на золото. Крупные банки прогнозируют нам и 2500, и 3000 долларов за унцию, но пока мы видим передышку. Серебро тоже потеряло ориентир, сохраняет, хотя, значительную волатильность. Драгметаллы в целом выглядят по-прежнему достаточно хорошо, но не слишком ли они дорогие? Это вопрос, который остается открытым. Я не знаю на него ответа, но, тем не менее, продолжаю держать, ну, в первую очередь, золото в своих портфелях, как стабилизирующую часть. Палладий на графике нарисовал фигуру треугольник. Пока себя хорошо чувствует на текущих уровнях, около отметки 2200 долларов за унцию. Ну, и дальнейшее движение во многом, конечно, будет зависеть от курса доллара. С точки зрения экономической, перспектива Палладия выглядит неплохо, потому что есть признаки более быстрого восстановления спроса на китайском авторынке, растет спрос на электромобили. Ну, и в целом новый толчок в этом процессе может дать Палладию приход к власти демократов, которые традиционно относятся к экологическим вопросам более трепетно, чем республиканцы. Друзья, вот так выглядит текущая ситуация на валютном рынке. На этом у меня все на сегодня. Лайк, если понравилось, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Ну, и пишите, конечно, в комментариях, что вы думаете о текущей ситуации с валютой. Можем ли мы говорить, что доллар и евро к российскому рублю начинают выходить на новые максимумы и будут нам их показывать в ближайшее время. Действительно ли август для рубля окажется черным? Пишите, что вы думаете. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале в наших следующих полезных роликах.